Анна Демченко Анна Демченко Анна Демченко Для тарифов Light и Eco авиакомпания Estonian Air вводит платную регистрацию пассажиров, вылетающих из Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. Оплата составляет 10 евро. Чтобы избежать дополнительных расходов, пассажиры могут зарегистрироваться онлайн или заказать автоматическую регистрацию, просто введя номер своего мобильного телефона на сайте, либо сообщив по телефону агенту. Авиакомпания Turkish Airlines предлагает вашему вниманию новые спецтарифы Vingo Lucky 5 на декабрь. В этот раз вы имеете удивительную возможность посетить любимые места Франции, а это Париж, Ницца, Леон, Тулуза, Марсель и почти бесплатно. Вылеты производятся из аэропортов Киева, Одессы, Львова и Донецка. Цены с вылетом из Одессы от 59 долларов, с вылетом из Донецка и Львова от 69 долларов и вылет из Киева от 99 долларов. Это без учета сборов и такст. Оформление авиаперевозок до 31 декабря 2014 года. Период путешествия с 1 декабря 2014 до 31 мая 2015 года. Далее я расскажу вам про акции на авиабилеты в Азию от авиакомпании Люфтганза. Вы можете улететь в Нанкин от 651 доллара, в Сеул 790 долларов, в Токио 850 долларов. Тарифы представлены с учетом такс и аэропортовых сборов. Продажа до 14.01.2015, путешествия с 01.01.2015 года по 20 марта 2015 года. Также обращаем ваше внимание на спецпредложения от авиакомпании «Польские авиалинии ЛОД» направления Киев-Нью-Йорк. Стоимость авиабилета эконом-класса в обе стороны от 675 долларов, включая все таксы и аэропортовые сборы. Период продаж по специальному предложению продлен до 28 декабря 2014 года. Период путешествия до 26 марта 2015 года. Авиакомпания «ЛОД» также предлагает удобные стыковки в Нью-Йорк из Львова и Одессы. Хотим отметить, что уровни тарифов в Нью-Йорк снижены во всех классах обслуживания. Стоимость авиабилета в обе стороны бизнес-класс от 2488 долларов, премиум-класс от 1188 долларов, включая все таксы и аэропортовые сборы. Трансконтинентальные рейсы авиакомпании «ЛОД» выполняет авиалайнер нового поколения – Boeing 787 Dreamliner. Далее мы расскажем вам о запуске нового рейса, о новых услугах и удобствах, которые точно не оставят вас равнодушными. Авиакомпания «Катар Airways» с 1 ноября 2014 года на рейсах из Москвы предоставляет продукт премиум-класса – легендарный самолет Boeing 787 Dreamliner. Теперь с уверенностью можно выбрать самый дальний пункт назначения и в полной мере насладиться полетом, как никогда прежде. Dreamliner призван создавать новые стандарты комфорта на борту. Интернет на борту для всех пассажиров. Самолеты Boeing 787 авиакомпании «Катар Airways» – первый в мире, который имеет полное беспроводное подключение, что позволяет всем пассажирам оставаться на связи с Землей через интернет или СМС. «Катар Airways» обещает своим пассажирам ультрароскошное обслуживание на борту 787-го «Боинга Dreamliner» и, конечно, непревзойденные впечатления. И еще одна новость о уже легендарном Boeing 787 Dreamliner. 18 ноября 2014 года авиакомпания «Лот» приветствовала полумиллионного пассажира авиалайнера Boeing 787 Dreamliner. Авиакомпания «Лот» организовала феерическое приветствие полумиллионного пассажира. Необычайный перформанс был организованным музыкальным театром «Рома». Исполнен под хиты «I have a dream» и «Mamma mia», чем порадовало всех гостей аэропорта. Счастливого полумиллионного пассажира поздравлял в аэропорту Варшавы Федерико Шопена лично председатель правления «Лот» Себастьян Микош, вручив ему подарочный сертификат на приобретение авиабилета на рейсии «Лот» по специальной символической цене – 787 польских злот. Кроме этого, господину Мачею было предоставлено бесплатное повышение класса обслуживания до «Лот» бизнес-класс на борту Boeing 787 Dreamliner. Таким образом, полумиллионный пассажир мог ощутить себя на все привилегии путешествия в классе обслуживания наивысшего комфорта. Но самой большой неожиданностью и спонтанностью награждения все же стал необычайный флеш-моб, организованный музыкальным театром «Рома». Уже с момента регистрации на рейс «Счастливчик», а также большинство пассажиров аэропорта Варшавы, не понимали, что происходит, но прибивали в восторге. Впрочем, вы и сами можете увидеть, как все происходило, можете посмотреть это видео на ютубе. «Лот» уже с нетерпением ждет миллионного пассажира на борту Boeing 787 Dreamliner. Успейте приобрести билеты на рейсы «Лот» Polish Airlines, возможно, именно вы станете миллионным «Счастливчиком». Дальше у нас новости от МАУ. В период летней навигации 2015 года авиакомпания Международной авиалинии Украины расширит сеть внутренних маршрутов и откроет собственные прямые регулярные рейсы из Киева в Запорожье, а также из Львова в Харьков и Одессу. Билеты на рейсы уже в продаже. Рейсы по маршруту Киев-Запорожье-Киев будут выполняться четыре раза в неделю, по вторникам, средам, четверг и субботам. Рейсы, связывающие Харьков и Львов с Одессой, по два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, и понедельникам и пятницам соответственно. Также стоит отметить, что суд подтвердил право собственности МАУ на Интеравия. В среду 26 ноября 2014 года Высший хозяйственный суд Украины подтвердил правомерность получения авиакомпании МАУ право на собственности на 100% капитала одной из крупнейших хендлинговых компаний страны, оказывающей услуги по наземному обслуживанию пассажиров и воздушных судов в аэропортах Украины. Дальше я Вам расскажу про программу премирования «Золотая миля» от авиакомпании «Нордавия». Авиакомпания «Нордавия» информирует о запуске собственной программы премирования часто летающих пассажиров. Начиная с 25 ноября 2014 года на сайте авиакомпании доступна регистрация в программе премирования «Золотая миля». После регистрации в программе пассажиры могут накапливать мили при перелетах на рейсах авиакомпании «Нордавия». Для накопления миль в автоматическом режиме необходимо сообщить номер участника программы при покупке авиабилета. Накопив необходимое количество миль, пассажиры смогут оформить премиальный авиабилет или премиальное повышение класса обслуживания на рейсе «Нордавия». Также ведущая мировая медиакомпания в области туризма «Lonely Planet» выбрала Сингапур страной номер один в мире для путешествий в собственном сборнике «Best in Travel» 2015, официально опубликованным 21 декабря 2014 года. Сингапур возглавил список 10 топ-стран 2015 года. Как сообщает издательство «Lonely Planet» в Сингапуре, в одном из самых мультикультурных городов на планете всегда есть что-нибудь, что празднуют. А в общем, в будущем году у самой маленькой страны в Азии есть отличный повод надеть праздничный костюм, потому что 2015 год станет для Сингапура годом золотого юбилея. Воспользуйтесь программой «Сингапурский стоп-овер» компанией «Авиарепс» от 13 евро на одного человека и побывайте на незабываемом праздновании 50-летия Сингапура. Также отличное предложение от участников программы «Теп Виктория». С 1 ноября 2014 года по 30 апреля 2015 года, совершая регистрацию онлайн в киосках самостоятельной регистрации или через мобильные приложения, все участники программы получают дополнительные 150 миль на свой счет. Карточка «Теп Виктория» должна быть внесена в бронирование сразу или при онлайн-регистрации. Всем хорошего дня и приятных путешествий. До скорых встреч! Анечка, не прощайтесь с нами. Точно хочу сказать, что мы все видели представление авиакомпании «Лот», как представители «Нибыто», да, у нас авиакомпании начали танцевать, шок пассажира. Это действительно было нереально. Мне кажется, пассажир сначала вообще подумал, что он не туда попал. Но действительно, авиакомпании в Европе умеют делать праздники. Это феерическое шоу. И еще есть один вопросик. Вы рассказывали про «Эстония-Эйр», говорили про молодежные тарифы. Молодежный тариф до скольки лет? То есть пассажир какого возраста считается-то молодым? До 25 лет. До 25? Да, да. Ага, спасибо вам огромное. Надеюсь, на следующей неделе мы получим еще один пакет важной авиаинформации. Сейчас мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok